Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. И снова мы с вами оказываемся на автомобильных рядах. Они здесь чередуются, чтобы не заскучали зрители. Машины, мотоциклы вперемешку. И перед нами Виллис, 42-го года, с пулеметом. С такими необычными набалдашниками на рычагах переключения. А следом, кажется, машина охотников за привидениями. Да-да, очень похоже. Это Chevrolet. Опять же, либо законсервированная ржавчина. Да, вот здесь точно чувствуется эта неровность краски, эта неровность ржавчины, которая затем покрыта каким-то лаком, чтобы остановить процесс, сохранить его в этом состоянии. Такие трещины, какая патина. Дизайн, конечно, красивый. Машина огромная. Она длиной, как современный микроавтобус. Ребята на Чиле. Это Cadillac Fleetwood. Какой классный Volkswagen пикап, не пикап или грузовичок бортовой. Да, это действительно борта. Они открываются. Здесь есть петли, завесы. Неужели такие когда-то работали и занимались грузоперевозками? Вы только посмотрите в кабину, насколько все компактное. Может быть, раньше люди были меньше. Но мне кажется, я бы здесь упирался головой в крышу, а коленями в руль. Машинка как игрушечная. И этот эффект дополняет качество покраски, качество исполнения деталек. Смотрится действительно, как игрушка. Вау. У этой машины явно прослеживаются родственные связи с каретами, дилижансами и прочими конными экипажами. А рядышком мотоцикл Ариэль. Начало прошлого века. Никаких шлангов. Все на металлических трубках. Подача смазки к клапанам. Какая красота. Еще один Cadillac Fleetwood. На этот раз 1954 года. Пневмоподвеска. Видите, он лежит днищем на земле. Боюсь даже предположить, сколько такая машина весит. Точно больше двух тонн. А следом забавный дикобраз. Дверь деревянная. Часть кузова деревянная. Пальмовые листья на крыше. И доски для серфинга в кузове. Причем доски старые, из дерева. Стильно и атмосферно плимут. Я ничего не могу сказать про это зеленое, матовое, заниженное чудо. К сожалению, не нашел никаких пояснительных надписей. Поэтому просто полюбуемся и перейдем к интересному прицепу для перевозки Харлея. У Харлея, как видите, ручной выжим сцепления. Не на руле, а под седлом. Классическая классика, от которой олдскул и сводит. Ну и сам прицеп достоин внимания. А буксирует этот прицеп шикарный Бьюик. Бьюик 49. В таком ржавом, законсервированном стиле. Огромный двигатель, как у грозовика под капотом. Капот, открывающийся вбок. Тоже необычно. Не удивлюсь, если эти отверстия – это выхлоп. Ход рот. Двигатель V8. Все открыто, все на виду. Хадсон Купе, 31-й год. Как вам спорткар 31-го года? Ему почти 100 лет. Совсем немного осталось. А здесь необычный Volkswagen Juke. Тоже подстаренный, тоже заниженный. Что за мода пошла опускать машины так низко? Какой-то кавказский след просматривается в этом. Багажник для больших путешествий. Можно сложить туда весь свой походный скарб. Задняя подвеска специально для того, чтобы валить боком. Очень жаль, что не видим, какой же там установлен двигатель. Еще один хот-род. Еще один V8. Два громадных карбюратора. Каждый из них кормит 4 цилиндра. Радстайл, что подчеркивается крысами, сидящими на не капоте. Ведь капота здесь нет. А еще здесь нет крыши. Это кабриолет. Алюминиевые спортивные ковши. Минималистичный дизайн салона. И вы только гляньте, какой там огромный рычаг. Это, скорее всего, ручник. Форд Т-Бакет. 1927 год. Хозяин, к сожалению, не дожил до этого дня. Видим, он представлен в салоне. V-образная шестерка. Все на цепях. Все в черепах. Брутально, мрачно. Все на стиле. Ну вот, наконец-то, не подниженная машина, а подвышенная кожаные ремни фиксации капота. Капот, кстати, есть. А вот боковин нет. И мы видим двигатель. Судя по количеству свечей, это рядная четверка. И обратите внимание на распределитель искры по свечам. Это медные шины. Никакой изоляции. Никакой защиты. Pontiac. Купе. 1937 год. Вы только гляньте, как все изменилось за каких-то 7 лет. Здесь уже просматривается аэродинамический дизайн. Такие фары в виде капель. Если до этого все ездили на Ford'ах, больше похожих на карету, то теперь уже действительно автомобиль. Правда, в сравнении с современными машинами, согласитесь, выглядит необычно. А здесь у нас Ford AA Truck. 1928 год. Похож на версию Kemper, судя по велосипеду, чемоданом на крыше и вместительному багажнику. В таком Ford'е какой-нибудь американский фермер вполне мог перевозить весь свой скарб и тележку, и седло, и мешок кукурузы. Кукурузы. Очень необычно, что такие машины сохранились до наших дней. А все благодаря людям, благодаря энтузиастам, которые не дают им сгнить под забором. Над нами паражируют дроны. Несколько красивых пикапов от Chevrolet. Кузова застелены досками. В салоне царит атмосфера прошлого века. И даже гляньте, фароискатель, как на старых полицейских американских машинах. А этот Chevrolet Jack Daniels выставлен на продажу. К сожалению, цена не указана. 47-й год. Не знаю, как у вас, а у меня уже отобилие всей этой техники и информации. Постепенно закипает центральный процессор. Надо сделать передышку, где-то присесть и отдохнуть. Я нашел выход на трибуны. Отсюда вид открывается шикарный. Вся выставка как на ладони. Побродив еще немного среди экспонатов и попытавшись сделать красивые фотографии, я понял, что присутствующие здесь люди делятся на фотографов и тех, кто мешает фотографам, постоянно попадая в кадр. Для того, чтобы сделать один чистый кадр, порой приходится очень долго и очень терпеливо ждать. Но в большинстве своем люди все-таки, когда видят, что ты снимаешь, стараются как-то приостановиться и дать тебе время. А на сцене, кажется, начинается какое-то движение. Уже вышли живые музыканты. Фоновая музыка свернулась, начинается шоу. А уж какие необычные люди здесь собрались. Прямо скажем, здесь больше выделяется тот, у кого нет татуировок, пирсинга, кто выглядит как нормальный человек. И я предлагаю нам с вами на этой мысли покинуть шумный зал кастом-выставки и посмотреть на тату-конвенцию. Это практически процедурный кабинет в поликлинике. Знаете, где делают электрофорез и все такое прочее? Здесь всякие лежанки, сиделки. Пахнет спиртом, пахнет, не знаю, возможно, краской. И все украшают себя всяческими тату. Я уже говорил, что у поляков очень много татуировок. И это прям очень много. Когда-то мастер, который делал мою первую и единственную татуировку, уехал работать в Польшу. И было бы забавно встретить его здесь. Но это было очень давно. Свою татуировку я сделал в 18 лет, потому что, ну, очень хотелось. Очень хотелось быть крутым байкером с настоящей татуировкой. А с тех пор как-то продолжать уже не тянет. Однако это, как вы понимаете, личное дело каждого. И красиво. Что я могу сказать? Красиво. Тату салонов здесь очень много. И это как сходить в парикмахерскую постричься. Я Танюшке когда сказал, куда я еду, и что там будет тату-конвенция, она сказала, с новыми татухами домой не приезжай. Поэтому воздержимся. Выставка классная, но, к сожалению, маленькая. Мы ее уже всю посмотрели, посидели, отдохнули. И вот выбрались на свежий воздух. Гляньте, какой здесь напротив шпиль стоит. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эта штука стоит на подставках. Они даже регулируются. Видите, есть резьба. Можно чуть изменить наклон. Но я не вижу здесь никакого крепежа в землю уходящего. Может быть, конечно, это что-то жестко вбетонированное. Иначе такой высоты шпиль просто опрокинуло бы ветром. Ну, монументально. И там даже есть лестница. Начинается только высоковато. Дольнышленск. Заканчивается наш вечер. Обратная дорога. Возвращаемся домой. Поездка получилась классная. Время провели отлично. Надеюсь, вам тоже понравилось. А на сегодня у меня все. Всем спасибо. Всем счастливо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok